Ой, Дед Мороз! Я там наругаюсь, блядь! Погоди! Эх, Дед Мороз! Не сниму сейчас, блядь! Ой, Дед Мороз! Шо он ругает? Вы не ругайтесь в общественном месте, пожалуйста! Что вы так себя ведете, я не пойму? У людей праздник, а что вы делаете? У меня здесь праздник. Но по-другому не случилось. Че ты там... Ты зачем так кричишь матом, скажи мне? У вас, я чё? Это вас так зовут, да? А, че, в магните петушара на службе, да, значит? А, моё состояние вас вот перечислить, не должно быть. Волной, волной. Перегором чё-то троёт, мне кажется. Дедушке плохо, скажи. Не надо, не надо, не надо. Это не надо, блядь! Врёте, врёте! Вы врёте! Враньё! Я мужчина, не раздеться. Нет, не надо трогать мой мешок. Не надо хулиганить. Суй на ны из балета Гаяна. Вот сюда вот, скажите. Не, 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 не буду. Не надо меня трогать, не надо меня трогать. Вы здесь работаете? Не знаю, они просто вот... Мне хотят сказать, что здесь всё плохо. Ну, вот... Я пытаюсь сказать. Я пытаюсь доказать, что... Покажите мне, пожалуйста, детское питание, которое просроченное. Мне не показывают, извините. Так вы не ответили, работаете вы здесь или нет? Почему мы с вами вообще... А, это интрига. Ну, вот мы не хотели с вами общаться. Чем мы будем в ванной? Нет, не слабо. Вот. Вы... У вас документы есть со мной? Я Дед Мороз. А, удостоверение Дед Мороз. Завеление будет писать? Я уже вам его прониктал, а вы регистрируете. Да, мух что-то многовато, действительно. У меня не стоит. Я в соответствии с 14 пунктом 536 приказа подал вам устное заявление. Я в 02 рапорт отпишу, и участковый будет разбираться. Она на момент, никто не узнает. Почему же? То есть бездействие. Ну, у нас тогда ещё дополнительное заявление, если никто не приедет. Сотрудники полиции 02-166... Я приеду. А, то вы мне сказали, а что же вы так ранее заявили-то о бездействии? Вы сначала поинтересуйтесь, дежурная часть, потому что вам заявили о преступлении ещё к тому же. Ну вот. Зрелый здесь злел. Ну что, петушара будет злиться? Петушара куда свалил? Я не знаю, могу говорить. Он буйный такой был, как что-то. Я не знаю, могу говорить. Мальчик какой-то ходил, вы у этого ещё душили, мне казалось. Если вы говорите, мальчик, значит, вы старше его? Ну, естественно. Значит, я правильно угадала у вас, в ваш ум? Да, мне около 50, совершенно верно. Нет. Ну, будет вероятно. Смотрите, сейчас приедет Чискова. Да. Чискова нам будет достаточно. Если он грамотный? Да. Ну, я эту я уже не могу. Ну, он все грамотные. Научный условий, а Равкова. А фамилию можно Чискова? Все грамотные. А кто из Чискова? Пока не знаю. Ну, я дежурный сейчас определяется. Вы сейчас снимаете видеосъемки. Вы просто мой папа. Да, тогда мой. Жена не... Извините, кто говорит, но... Прапорщик в полиции Зеленов. А что ж вы так забыли представиться? Я? Да. Ну, я ещё к вам не обращал. А, ну, так надо было перед обращением. У меня старший обратился достаточно, чтобы представились кто-то. А, так? Я просто не знал. Я думал... Может, если вы... Хорошо, я попрошу колокольцев внести изменения в федеральный закон полиции номер 3. Пускай Путин подпишет его. Всем не надо представить, что вы трогаете. Поэтому я вам разъясняю. Видеосъемка. Вы только для этого здесь пришлись? Нет, нет. Вы только для этого? Скажите, вы где это вычитали? Что? Вот эту ересь, которую вы сейчас хотите пронести. Вот такая ересь. Я вам делаю замечание. Не нужно никаких лишних требований предъявлять гражданам, когда вы находитесь на службе. Я нахожусь на службе, и вам говорят чётко... Не бейте. Не бейте. Из Дикси? Да я не бью, я просто показываю. Вы мешаете мне, препятствуете. Да мне фиолетово. Выкладывание в Ютуб или в какие-то иные массовые информации, с моего разрешения, я запрещаю. Наши посылайте. Закон дать. Какой? Гражданский. Так вы на службе, извините меня. Я вам только что посоветовал. Мне заниматься ересью. Вы можете выложить. Номер статьи. Закон статьи. Этого достаточно. Закон статья какая? Вы требуете не выкладывать, не публикающие средства массовой информации, правильно? Ваше правонарушение? Преступление считается оконченным. 286 часть первая. Ну да. На вас только поступит заявление. Вот видите, зря вы это сделали. В первый раз я соглашусь. Я вас предупредил. Хорошо, санкция-то какая? Ну так, ну что, петушару. Санкции нету. Ну что, тогда мы будем и дальше. Петушару поехали. Я уезжаю за... Подождите, мы вам заявляем о административном правонарушении. Я сейчас увезу. Второй. Второй, второй. Который оскорблял, кроме того, что... Нам нужно убрать отсюда. Мне дежурная часть звонила, сказала, ешьте по участковому. Вы проживаете сейчас? Я сейчас поеду сначала в опорный пункт, заберу участкового, его сюда привожу, после этого я уже забираю людей. Я в отделении. Понимаете? У вас свой протокол, у них свой протокол. То есть они дальше будут тут стоять и предлагаем правонарушение? Они сотрудникам останутся. А, сотрудникам? Мы че, кому мешаем? Мы пока за участковым. Мы че, кому мешаем? Мы кому мешаем? Ну, вот вы когда материтесь... Я матерюсь. Когда себя ведете, когда... Вы сказали, что английский не знаете? Нет. Я дура. Я не знаю английский. Ну, так к вам и будем обращаться, если вы не против, да? Давайте, Лен, куда-нибудь отойдите, чтобы все... Ну, а кому мы мешаем? Мы... Мы паспорт, знаете. Мы никому не мешаем. Я не мешаю. А вы вообще не влезаете... Мы... Мы... Мы подможем. Не беспокойтесь. А я хочу просто поинтересоваться, что у вас там продается. Просроченные продукты или свежие? Если я не знаю ни одного иностранного языка, я че, кто? Ну, да. Все? Конченное? Не, ну, если я не знаю ни одного иностранного языка, я конченное? Мне с вами очень интересно общаться, на самом деле. А мне с вами интересно. А вот давайте с вами поговорим, а? У меня ваш внешний вид и поведение оскорбляет мою мораль. То есть вы сливаетесь? Да. А, то есть вам страшно? Да и страшно. Я много раз сказал, вы меня пугаете. Сыти, да? Ну, как бы боюсь, если выразиться по-нашему, по-человечески. То есть вы боитесь нормального интеллектуального батла. Тет-та-тет. Батл интеллектуальный, оказывается. Вот так. Опаньки. Я поняла. Не вопрос? Не знаю, она что... Да не вопрос. Ну, значит, мы с вами... Не можем разговаривать на одном языке. Да это я давно уже вам сказал, что на одном языке с вами мы не сможем. А у вас, походу, два класса и коридор. Меньше. Вы не вытягиваете. Меньше. Вы не вывозите. Я в коридоре не был. Вы не вывозите разговор, да? Высокоинтеллектуальный. Это войдет, визит. Какая нефига. А вот расскажите мне, где я разговариваю матом? Вот около просрочного детского питания. Не сидя. Ни хига. Ну, у вас память, вроде можно, короткая память, либо вы скрываете. Память у меня хорошая. Посмотрите, у меня сын четыре с половиной года. Мне не интересно. Честно скажу, не интересно. А мне не интересно. Как вы думаете, я буду ходить сюда за просрочным товаром? Я не знаю ваше намерение. Возможно, вы хотите отравить всю семью. Откуда я знаю? Откуда я знаю, что у вас в голове? Значит, вы ходите. Сознайте, что вы врете. А потом выяснил, что она тут работает, по трубке вон ходит. Ну, и где-то вот между этим появился какой-то человек, он представился петушарем. Вот матом орал. Оскорбительно себя вел. А вот это уже петушарем. Петушарем совершила петушара ваша. А вот это уже петушарем. Смотрите, такое слово. Знаете, да? Петушарем знает, он рассказывает. То есть у вас какого образования не хватает? Нет, у меня три класса образования. А, два класса коридор. Три класса. Школа Дедов Мороз. Четыре класса ЦПШ? ЦПШ. 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 Нет, цепь я не этот самый. Не ходил. А что, тот убежал? Сбежал? Походу, петушарь они такие, они быстренько бегают. Про кукарекул сбежал? А как, мальчики, мальчики. Какие же вы все-таки еще наивные. Бывают. Мы надеялись на том, что в Магните у нас продаются какие-то продукты свежие, там, качественные товары. Да? Да. Где вы нашли некачественные товары? Некачественные? А вон, загляните, вы же дербанили этот пакетик. Дед Мороз, а вы сделали заявление о порче имущества? Да, да, да. А, да, порвала, вот, мешочек где-то мороза. Еще порвала, да? Да, да, вытрекала. Схватила чужие вещи и... Мешок вытрекала, порвала. А вы не хотите вот эту полицейскую кубуру вытрекнуть, нет? Там нет ничего, там пустое. Я вытрекнула, конечно. Хотите, возьму домой за щир? Кубуру? Нет, у вас ближайшие до 15 дней светит не дома. А там иголок не дают. Она, кстати, дама у нас... Она захотела не на фруктовую поехать, а на мневники отсидеть, спецприемники. Поэтому ходатайство у нее сидеть на мневниках было. Мы, значит, говорили по поводу детства. Я вытрекнула пакет, потому что я пыталась найти детское питание просрочное. А может полицейскому продемонстрировать? Просто мы спасали от дамы, она реально так себя вела. Она все рвала металла, все это разбрасывала. Поэтому мне пришлось сохранить вот это вот. Вот смотрите, детское питание, скажите, до какого? Положите его сюда. Не, я боюсь вас, вы просто сейчас... Посмотрите. Это для кого у нас? Для детей раннего возраста. Нет, нет, ничего, они все отказываются. Ну и куда? Нет детского питания. Нет, нет. Ну как, самое интересное, это... О, для детей с 8 до 12 месяцев там то-то. Вот, и что? Да, вот. В Новом году подписывайтесь на Деда Мороза. Ну вы посмотрели? Просто дама вела себя не отходу. Смотрите, до 2 января, да? Есть еще? Она просто вырывала, пришлось сохранить в кармашках. Так, это, ребята, это я понял, мы к вам, мы, я к вам привет представим, а вы тут приобретете от Егурного звука. Я Вова. Я Вова. Да. Ну откуда у вас такая... С Москвы. Просто Вова с Москвы. Покупатель обманутый. Ага. Обманутый покупатель? Ну да. Не имею привычки вврать. Это моя смена. Вам все равно, потому что это не в вашу смену. Не в вашу смену, поэтому все равно. Нет, ребят, давай сюда. Вы мне сказали, что здесь травят детей. Вы полицейском только что показал. Вы наврали. Наврали. Полицейском показал только что. Где детская? Ну, полицейском показал я уже. Да мне сиренево что-то. Вы показали, что это не мне. Вам не боюсь показывать. Вы все вырываете, рвете. Вы сейчас мне руку откусите. Иди. Что ж ты врешь-то, а? Ну я предполагаю. Что ж ты врешь-то? Предполагаю. Что ж ты врешь-то? Осторожней. Держи. Хорошо? У меня уже шатает от алкоголя в воздухе. Ой, какое нападение. Ой, какое нападение. Мне кажется, мне это неприятно, честно говоря. Да мне фиолетово. Танисовские наручники-то есть? Я надеюсь, что в следующий раз вы предотвратите вот такое противоправное поведение дам, причем при детях. Меня буквально изнасиловали. Видят мух вот этих и покупают это все. Типа помидорки гнилые. Нет. Держи наружные человека. Смотри, на этой. Нет. На датчике. Настоярский. Вы настоярский. Это считается нормальным. Ну, можно уже брать, да. Короче, вы мне показали детское питание. А мы не обещали вам показать. Мы сказали, вызовем иной орган. Вы неизвестное лицо для нас. Нет, вы мне обещали. Вы сказали, здесь травят детей. И продолжая... Я его здесь не нашла. Его здесь нет. Что, продолжаете рыться-то? Я его спрятала. Да я. А вот видите, они спрятали, это их половые трудности. Должно мне нет, пожалуйста. Здесь нет. Да, правда? А вы полицейским обратитесь. А смотрите, сколько я уже накидал. То есть, короче, вы пытаетесь вынести товар из магазина. Да. Неоплаченный. И когда я это пытался? И когда же я это пытался? Как стыдно. Фу-фу-фу. Позорно. Олень, будешь наказывать, понял? Ну вот, я... Где у него эти? Я надеюсь... Надеюсь, нас в разные спецприемники посадят. Видите, Саша, что принесет. Да, выйти с него замуж. Дамочка. Да, 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 из лба сошел же, я из него замуж. Ваши перегарики. Да ну нафиг. Такого я там... Вы себе замуж. Вот, правильно. Здесь хочется. Правильно. Фильтруйте базар. Я базар фильтрую лет 14. А мне 50. Какая у вас выдержка? Не сдержались. Выдержка нарушена была. Причем, как минимум, дважды. Я умоляю, мальчик мой. Нет, я не ваш. Вот это точно. Вот прям 100%. Ну, я подпишу 36-ю статью за дачу заведомо ложных показаний. Вот веришь мне фиолетово? Что ты подпишешь? Да я верю, у вас состояние такое, что вот сейчас вам все фиолетово, а вот потом вы подумаете, а зачем я это делала? Мне лет скукнуло. Я не знаю. Я уже давно думала наперед. В отличие от тебя. Не заметил, не заметил. Красная скатительная цель. Я вот вам предлагал уже неоднократно. Давайте вот пока мы тут вот стоим. Давайте. Вы будете командовать. Я смотрю, вы командуете здесь людьми. Да, конечно. Пускай снимут просроченное питание и остальное. Нет, пошли. Я буду показывать. Это ваша работа. Ты сказал просроченное. Пойдем покажешь. Я говорю, давайте снимать. Да пойдем. Ну, не на видео снимать, а с продажи снимать. Да пойдем ты мне покажешь. Да не буду я показывать. Я хочу, чтобы вы выполнили свою работу. А, то есть, если я не покажу, значит, его нет. Да, если найдем. Ну, вот я говорю, пойдем покажешь. То есть, его нет, да. И уже нет. То есть, найдем. Нет. послушай давай так с холостиками не занимайся ты говоришь пойдем с ним нет я сказал нет я не так сказал я сказал вы пошлите своих сотрудников дайте им задание служебное такое мухи у вас тут летают мухой победе блин мухи не являются мои сажать по слухам по слухам в магните они мрут еще до рождения до чего до своего иисуса то есть до рождества мы ждем мух сколько гигабайт за зря ясен пень я могу этим заниматься круглосуточный 24 на 7 гигабайт я за зря я предпочел бы чтобы вы продукты качественные выставляли мы пойдем вот и мечи скажешь ты мне сказал мы снимем продукт меня не сказал я сказал вы снимите и тысяч видел конечно пойдем покажешь где это ваша задача я вам перед вами ставлю человек вы же сказали что миссия каждая миссия на выполнение монет не он сказал что выполним а что есть продукты они просрочены и вот это пьяная вот у вас свободный сотрудник стоит и высматривает я не директор вас вы думаете что скажу ты брешься какой же ты врубал деда мороза я говорю что я директор вот у оленя все дали не помню оленя все записано не помню вот столько всего мы говорили много вот у оленя все записано проверьте ляму ляму паси туа чё лишь не знаю наверно пойдем а не трогать не трогайте меня я я обижаюсь на ли да и не буду я не пойду я стал он не пойду туда до дверей налево нет нет не хочу значит в районе вашу комнатку я никогда не будет где кум налево я говорю вон туда до двери и налево там как раз у вас где-то подсобочка боюсь 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 в район не боитесь ну да на самом деле ну обманул не боюсь дай обманул один человек честный не врет просто не человек это робот мы взяли на вещи модель только что из японии не китайские японские сборки дедушка мороз никогда не врет всегда вам чувствуется никогда не приносит подарки из-за такого отношения не знаком отношения просто не приносит подарки видимо считает что я плохая но не только дед мороз так считает на самом деле я тоже так считаю да вы стрелись со своим мнением не пофиг у меня табельное оружие для других целей что такое муха там куда вы попали потому что летят сейчас сядет будет эпично если сядет конечно если вы считаете что вы разговариваете с человеком который очень плохо возит язык и значит он только ловит русский язык поверьте мне учесть русского языка я забью идти за мороз и оленя хотя у него нет но вот судьба так распорядилась женмаш пассижур да бывает что бара 40-40 по тюркски не бомбом не бомбом а магнитский а я пойду ну пойду зайду дату гляну быстренько а там петушаре ног но кто говорит что нет нет а и вот это не за начними это вообще право на жир нет а вот кто представьтесь там не за и бейджики нацепить там курточку с магнитом хоть повернитесь мы удостоверимся вот это у вас бейджик даже есть наталья и так вот давайте я вам плюну на него сапельками давайте ну ладно не хотите зачем он тогда вы носите он пожалуйста органы права порядка ну мало что сказал сотрудник полиции а я не спросил какая санкция он говорит а никакой так что ну вот будем пользоваться пока не придумают санкцию будем пользоваться и снимать все что угодно давайте я я рекомендую даже это сделать не то недавно обещала клялась подать в суд и что-то не подала ты полицейские часто говорят ну кстати сотрудник полиции но я вам предлагаю короче сделать я вам как что я могу выставить вашим представителям они не могу дать ты будешь в отношении аж будет да ну я вот подайте заявление я хочу чтобы подали я хочу чтобы исполнили гражданский долг свой ну вы сказали что я нарушаю при вас полиции сделайте заявление будьте ответственным гражданином зачем ты чтобы не нарушение нарушение не больше пресечу чтобы нарушитель ответил на своей содеянное не надо просто узнать просто если вы считаете что это нарушение делайте заявление если нет не надо языком трепать все до свидания жуткие вещи мы хотим сделать жуткие вещи купить просроченный товар всего лишь хотела узнать что вы собираетесь делать товаром как нибудь очень право нарушения не имеете права нарушения как не права не продавать хорошо при участковом не продадите у нас все за это пора ради бога я не продам дедушка мороз будет только счастлив если вы понесете ответственность по всем статьям что там же взяточку дает что вы смотрите она сбегать ему ничего не сделала да ну что она пока пьяная ходит она находится в состоянии алкогольное пьяние оскорбляющим человеческое достоинство общественной нравственности а также оскорбительно представил гражданам врага из грубой нецензурной брони это не правонарушение как вы считаете по моему сразу два не выходите если у вас товар лежат сумки что у меня ничего не любят в кармане не знаю а я что пытаюсь его украсть если пройдете через это то есть если я вот сюда с товаром вы знаете я такой бред недавно слышал в подмосковье да там тоже так отделались ваши коллеги пытались оформить человека вот человек вышел с просрочкой сюда ему отказались продавать и собственно они его начали оформлять за мелкое хищение да только потом что-то не дотянуло что я могу сказать это магнит по народного ополчения там 23 наверное огромное количество просроченных продуктов сотрудники представляются петушары некоторые некоторые не представляются это довольно странный состав служащих полиция у нас вызвана она у нас да здравствуйте так а где гражданчики у нас все повезли товарищеского полиция полиция тупиков а вот правильно тупиков какие жарби как вам обращаться товарищ майор ну я не слуги у вас имя что есть у вас? Юрий Васильевич как сейчас? Юрий Васильевич смотрите у нас тут соответственно вот пойдемте покажем целая корзина вот просроченных продуктов мы усматриваем в этом соответственно признаки преступления по части 2 статьи 238 уголовного кодекса вот далее тут находились это детское питание сразу да детское питание вопрос проще у нас просто пытались отобрать к сожалению вот порвали даже вещи соответственно надо дожить дожить холодильнички мешают вы покупатели да я так понимаю? что? вот детишкам подарки потом хотели еще в отдел полиции заехать угасить дежурного ну вот проще до второго на первом ну тут да тут для полиции да идеальный вариант вообще предназначенные для детей маленьких таких до 6 лет аж прям даже так же как и статья 238 об этом говорится часть 2 что если подобные продукты продаются поедет а вот директор тут я чувствую я чувствую это вот она и есть это плохая идея или вот она и есть ну вот да а то там отвлекались ну и что много есть вообще? а мы только зашли и просто мы быстро мы еще смотрели естественно а вот у нас соответственно пойдемте из холодильника может выйти но я думаю вы знаете если вы готовите да подождите сколько вам еще палец тут вы смотрите вот видите жалобы от покупателей от ваших и я так смотрю вот на вот эти вот на этот товар обоснованный посмотрите да вот 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 я это смотрю вот годность написана не более 25 суток они от 8 декабря у вас получили что в опущения у меня здесь одно опущение что-то 是啊 что вы посмотрели у всех вы люди бывают ошибки вы же не продали ну как вы продали в участках продали но она же на витрине у нас стоит ну если бы у нас продали товар ну если бы продали товар нет она на витрине же стоит ну да девочек снимают так разготовлен по производству 22 года А сколько, 40 суток? 50 суток Уже тоже, опять же, все прослышано Да? 42 суток, это 40 суток 22-го, 10 суток, это второе 22-го, 12-го 4-го 4-го Уже 1-го суток 22-го декабря плюс 40 суток 21-го декабря Ну что я? То есть прослышишь? Да? Со скидкой 50% до сегодняшнего дня Вчера уже Ну хоть со скидкой И вот, собственно, что тут дальше случилось? Мы шли, соответственно, к отцам, чтобы это все приобрести детишкам К нам тут какой-то человек матом, соответственно, матом дедушку, представляете, и по матери пошел Причем из служебного помещения ходит, видно, что сотрудник Сотрудник, да, без службы А сейчас он сбежал Он назывался кетушарой Кетушары, видимо, не отвечают за свои поступки Они вот сразу убегаются И вот женщина вышла, соответственно, тоже, видимо, в состоянии алкогольного опьянения Я понял, вы заявление выписали? Конечно, вот Сейчас Олень мой напишет Дележку, пойдемте, где вас, пацанка? Где вас? Ну, пацан, это вещание не имеет права достать никого А, вот, участковый имеет права его вскрыть, его печатать потом, и магазин закрыть Тогда делаем по закону Ваши документы Давайте У тебя там уроза нет документов Кто будет заявлено написать? Я Документы ваши Ну, я давайте отражу в заявлении Я хочу сказать, вот, снимаете, да, вот, видите видеосъемку Конечно Вы это для чего делаете? Для защиты себя Для себя, вот смотрите Снимать вы и можете, конечно, да? Угу Но обнародовать это видео в сети интернет без моего согласия Вы не имеете права А в общественных интересах? Нет, не имеете права Вы хотите... А вы... А вы... А вы... А вы... А, это вы брата, это идиотский приказ, который вам приходил передать на связь? Это не идиотский приказ Вы можете обжаловать мои действия, с помощью этого видео Инструкция Но не обнародовать сети, либо понят Если вы хотите, я, конечно, ваши требования незаконные буду обжаловать Если вы хотите Это незаконные Ну, конечно А ну сошлась на закон Это закон Вы сейчас запрещаете Я запрещаю, вы обнарод Algun Снимать...я не запрещаю Хорошо, давайте Обнародовать запрещайте Развое ув cohort Ну, вы на меня заявление заодно примите на себя, да? Или у меня, ППСник, прошу прощения, на ряду ППС на вас оставлять или вы на себя примите заявление? В смысле на себя? Ну, за привлечение по уголовной статье 286. А, ну вы заявление на них будете писать? На вас! На меня? Конечно, за превышение служебных полномочий. А я уже превышаю служебных полномочий. Я считаю, да. Вы находитесь на службе, при этом какие-то требования выдвигаете, на норму закона не ссылаетесь, я считаю незаконным. Я сейчас, я это... Ну, так сначала, сначала гуглите, потом уже требуйте. Так, все, давайте. Давайте, я вам поделаю. Еще яиц много. Наша помощь, да? Понятно? Наша помощь, да. Побудьте. Конечно. А вы гражданку-то доставите? Конечно. Ну, просто проверки. Нашу полку можно снимать. Может, они довезут эту тихо? Так, ваша листья мать, пожалуйста. Ну, как только вы назовете мне причину, цель обращения, я моментально выполню вашу просьбу подобную. Мы сейчас заявление писать будем. Буду. Олень, он у меня заявитель, а заявитель должен документ это предоставить? Обязательно. Обязательно? Обязательно. Сошлитесь опять же. Юрий Васильевич. Или погуглите, а потом сошлитесь. Новый год, новый год. Не хотим вас... Айцак, из будущего. Ну вот хватит вот нарушать. Права крах там. Вот права оленя нарушить. Оленя? Оленя, да. Вот олень. Олень верный. Вот видите, сколько вот прошло. Халяльный и яйца. 30 ноября. Смотрите, вот сейчас мусульмане набегут и что-то 3 дня будет. И ты из будущего берега. Мы можем установить вашу личность? Конечно. Конечно. Дедушка. Мы вам продиктуем данные, вы не волнуйтесь. Давайте мы пойдем куда-нибудь. Мне тут холодно уже. Продиктуйте вы данные. Пойдемте, там столик есть в виде витринки, а то здесь как-то мы встали. Где мне писать-то вам? Да, там столик. Ну, пойдемте к какому-нибудь. Мы видим где-то тачку. Тачку. Тачку по видео. На прокачку. Полицейский потребовал выкатить, так вот выкатили. Давай, все, все. Тут же полиция у нас. Из магазина оно не уедет, не беспокойтесь. Наверное, не выйдет, он только будет объедом. Ну, там, навряд ли тоже. Давайте, кто жилем? Давайте. Блин, давай. Самое грамотное животное, напишет. Холодильная комната. А вы думаете, что... Я такое только на Дальнем Востоке видел. Вы там построите там очень холодно? Термометр есть? В руках у меня нет. Нет, у вас есть термометр, который можно измерить. Измерите. У вас есть? У меня лично в руках нет. Докажите потребителям, что у вас там температура такая. И все. Там температура холодная. Холодная, такое... Плюс 15 тоже холодная. Нет, давайте измерим. Давайте. Нет, давайте, давайте. Нет, ну нет, тогда значит... Нет, я говорю, что там жара. Поэтому вы докажите мне обратно. А вы докажите, что там жара. Рина, Рина, ничего страшного, возможно, даже не случится. Участковый это все изумит. Отправить на экспертизу. Ну, а значит, отправить на экспертизу. Если они бы не повлекли вреда здоровью, вам будет, по всему административу, 300 тысяч штрафов. Если повлекли, ну, то до 6 лет, будьте любезны, пожалуйста, посидеть. Странно говорят? Да. Ну, там холодные, там холодильники. В сторонах холодильники. В холодильнике, открытые холодильники, в двух сторонах. Ну, а что там нравится? Ну, нужно проверить. Если у вас дома будет два открытых холодильника, то там будет весь дом в холодильнике. Да, у вас есть чем? Есть чем? У нас нет. Кеммометр есть? У меня нет. Ну, тогда и не знаю. А что там докажут обратное то же самое? А экспертиза, все докажет. Если они стоят в холодильнике, то извините, то... Они не в холодильнике. Они вам утверждают, что там, якобы, если два холодильника стоят в помещении, то весь к Chat'куната холодильник, а не к этому. Ну, но они не стояли. Прожите. Нет, они на полке стояли. Мы же их привозим. На полке ни в холодильнике же не стояли? Нет. Привозили. Привозили, снимали. Ну, что вы предлагаете их замораживать, что ли? Здесь минус 2 градуса написано. Мы вам предлагаем закрыться и не продавать Ну где яйца продаются за мороженое, вы мне скажите Ни в одном магазине, ни в одном магазине они не лежат в холодильнике Да, то есть вы умеете, да, в холодильнике Вам не к чему, что-то, пожалуйста, вот как запоросроченный Ну это ладно, ну яйца тоже Да, то есть детское питание, ладно, да? Ничего страшного Затравятся детишки, ничего страшного, видите как, ничего страшного Ну просматривали одну коробку Одну, да, действительно, вот одна коробка А вот эта женщина пьяная была, она кто у вас тут? Директора, да, как она сказала? Или вред? Не знаю Не знаете? То есть не знаете, с кем работаете, кто у вас в подсобку ходит, да, не знаете ее Вы пьяная пьяная, ты что, а котрезь-то назоверялись? А сейчас ее измерят, у него вот Вот как измерят, так и скажут Да, от нее сильный запах алкоголя исходит Это ничего не значит, только головой, может, жватика такая Да, до четвертого Да, это просрочно Просрочно? Да, до четвертого Да, до четвертого Да, да, так думаете, да? Да, восход по времени Семь пятьдесят две Семь пятьдесят два вечера, это как-то Семь пятьдесят два утра Да, это как-то уже было, конечно Ну, это не знаю, соль до сегодня До сегодня Нет, ну до сегодня До сегодня Семь пятьдесят два утра Нет, вот смотрите, вот до кассы, да? Вот до кассы, это вместе с кассой или до? Все, молодой человек Ну, гражданский кодекс говорит о том, что вы не правы Ну, мы как заявители это требуем А вы можете, конечно, и не обоснованно обказать И имеем право обжаловать в порядке сто двадцать пятую ПК Ну, зачем вам только это надо? Когда можно сразу все по закону У нас в этом опыт Опыт очень большой, поэтому мы вам сразу говорим, что делать Вот у нас, представляете, недавно был участковый, который второй день на службе, и он ОМП не умел составлять Так мы за выбрали Да, подсказали ему там все Всего доброго Надеюсь, у вас есть теплые вещи Надеюсь, есть теплые вещи, там, с подсприемниками холодно бывает Что ж, мне никак не распрощалось Здорово, Дед Мороз С Новым годом вас Ты хоть Дед или нет? Конечно 300 лет Мороз, Мороз его, замороз Продавецкий сыр Лена Потсветова при продаже продукта называла товар Фремии Лена Потсветова? А, Лена там написала Потсветова, а это когда Лена, а вы А вы еще и куете? Вы меня не снимаете Почему это? Потому что я не работник И что, а? Ничего А вы их поддерживаете? Нет, никого не поддерживаю А это не ваша пьяная подруга у милиции забрала, нет? Какую пьяную подругу? Ну, знаешь, никакую Понятно, понятно Ну, ладно, ладно Что вы заличьтесь вообще? Ну, а зачем мы вам устанавливаете? Ну, как, мы же в Русске находимся, федерально Бывает Бывает Вот для того, чтобы установить это, мы поставим в отдел После того, как вы напишите заявление Меня задержать? Я не буду вас задерживать То есть, в личности имеют право вас доставить А тогда я... Подождите, как вы меня доставите, не задерживая Я же просто уйду Как вы меня доставите и не задерживая Задержим А, так вы задерживаете Задержим, да На этом основании, меня На основании, да Я друг Деда Мороза, вы меня задерживаете А почему вы решили, что вы можете заявление писать А против вас никаких предсоветов не может занять? Ну, пускай пишет Представите документы Пускай пишет Почему? У меня вот есть решение Пускай пишет. На меня заявление поступало? Нет, на меня заявление поступало, чтобы удостовериться, кто я. Пускай пишет, я предложил. А, вы дадите указания? Да, дай мне указания. Ну, пускай пишет. Ну, пускай пишет. И как я буду... Вот, когда напишут, тогда у вас будут, возможно, основания. Мы с вами побеседуем на эту тему. А сейчас не отвлекайтесь меня, я пишу поэму. Хорошо, хорошо. Хорошо, вот смотрите, у вас есть телефон. Вот нагуглите норму закона, по которой вы хотите это сделать. Я рассмотрю вашу просьбу. Это закон о полиции. А, ваши права полиции, да? Да, права. Ну, и что вы имеете права? Требовать граждан. Что? Ихни документы. Это какой пункт, я не помню такого. Вот у меня есть 10 ориентировок, по которым вы похожи на преступников. Ну, давайте, давайте. Давайте, предъявляйте. Что предъявляйте? Хочу ознакомиться с материалами, которые затрагивают непосредственно мои права и свободы. Вот я вас тоже вводил, а потом покажу. Не, вы же сейчас хотите. До того, как... Вы меня не предоставляете. Вы меня не предоставляете. Поэтому я имею право доставить в отдел полиции. Почему не предоставляю? Я говорю вам, я сейчас вам назову все свои данные, которые вам необходимы. Вы там созванетесь и проверяете меня. Как я могу на месте? У вас рация, есть телефон, есть, я не знаю там. А фотографии-то нет у меня вообще. Фотографию? Мямлю. Видите, я уже написал вам даже... Я же аж... Любым именем, под любой фамилией сказать. Мог бы, конечно, но я не вру. Вы что, не доверяете гражданам? Я доверяю, но проверяю. Доверяйте. Конечно. Вот. Вы же требуете от нас выполнения своих обязанностей. Конечно. А вы за это мелко мстите, я правильно вас понял? А вы за это мелко мстите? Я не знаю, почему. Вы совершенно правы, вы ввели такой факт. Вот. И зачем меня забирать в полицию? Я не забирал вас в полицию. Хотите? Я вам предложил бы, лучше бы забрать всех сотрудников, которые здесь, возможно, неизвестно, кто из них осуществляет продажу. Они, возможно, все в сговоре находятся, поэтому как раз их нужно. Мы сейчас все оформим, зарегистрируем, а соответствующие люди, которые будут заниматься этим оборудованием. Пускай они сначала снимут просрочку. Дайте им требования законные. Я вот не вижу. Вот вон ходят же они, вот смотрите. Ну, вон они ходят просто так, на нас любуются. Я не знаю. Ну, если я не сниму, то вы придете через 2 часа опять. А почему мы-то должны? Я хочу, чтобы вы потребовали. Они, пускай выполняют ваши требования. Не выполнят, пускай отъедут еще разочек. Сейчас изымем, потом потребую. Они уже изымают. Вот они стоят. Стоят они где. Пишите заявление. Хорошо, не отвлекайте меня. Объединенное имущество, которое гражданка разорвала в ярости. Она хотела просто избавиться от детского питания просрочного, так как подозревала, что это и есть доказательства по... Вот это вот изымаем, вот это вот, все. Вот это мы подставляем. А чем оно отличается? Потому что я не могу взять, мы не можем взять весь магазин. Так это не весь магазин, это продукты питания, которые просрочены, которые могут являться... По образцу мы взяли, по образцу взяли. Такой образец. Это разные совершенно товары. Почему разные? Вот, два одинаковые. Как-то одинаковые. Одинаковые или разные, может... Это вы по какому признаку определяете? По внешнему? Экспертиза должна быть проведена и... Может ли вред здоровью? Конечно, убираем. Все. А это же куда поехал-то? Мы вот не согласны с таким поведением. Куда же ты поедешь сейчас? Куда, куда? Убирайте с прилавков на утилизацию. Как интересно. Так, вы написали, мне ручка нужна. Что ж, у вас одна ручка? Мне еще долго же писать? У меня же заявлений прям вот масса. Ну, давайте, напишите ее в отделе. Да и в отдел я не хочу. Я буду сопротивляться, что называется, юридически. Сейчас я... Можно я на север сообщу тогда? Непосредственному начальнику? Законно послушный гражданин, а что скрывает свои данные? А кто скрывает? Вон, у меня все написано. Кто скрывает? Чем оно подтверждает? Моими словами надо доверять гражданам. Вы выявили факт, да, к вам пришел такой. Ну, вот, не знаю, логика полиции, она сродни женской логике, если только. Так, народное ополчение 23, магазин «Магнит». Тут оформляем с полицией просрочка, в том числе детская. Тут у нас еще нецензурно выражались, оскорбляли. Ну, вот, участковый майор, к сожалению, хочет меня задержать и доставить в отдел полиции, потому что я должен с собой паспорт, оказывается, носить. А он мне не верит, хотя ему все данные уже сообщил о себе. Ну, вот, такой на всякий случай сообщаю. Если что, пропаду. Это хорошо, у мневники там снимаете меня с бутылки. Вы на бутылку сажать меня будете? У нас не пропадают. У них не пропадает, только на бутылку сажают. Все. А, и опустят, говорят. Устанят, и опустят. Пробьют еще. Пробьем, народу справедливо. Пробивать меня не надо, но... Если пробьют, короче, знаете, где меня пробили. Куда-куда? Ну, на самый верх. А для чего занят 0-2? Смотри, по какому вопросу. Владимир, да? Ну, он сам. Владимир, вы занят 0-2, да? Здесь? Да, да, да. В надежде, что приедут грамотный участковый. Я об этом как раз прям на ряд ППС попросил. А они меня вот подвели. Подвели. Мягко скажем так. Писаешь, курят там стоят. Дедушка Мороз, хочу вам... Еще разочек. Дедушка Мороз, хочу вам сообщить пренеприятий... 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 Тфу-ты. Короче, плохую новость хочу вам сообщить. Ну, вот понятой, кстати, у нас нашелся один, да? Уже хорошо. А вот товарищ майор... Девушка... А, возможно, не товарищ. Говорит, что у меня после написания заявления, которое не дает мне написать, потому что ручка у него одна, он и пишет. Поэтому он говорит, что после этого меня задержит и доставит в отдел полиции. А за что? А за что? Потому что паспорт с собой надо носить, говорит. Да? А меня можно? Я тоже хочу, мне крайний раз 200 тысяч за это заплатили, я тоже хочу. Получаешь ученику? Ты зачем это сообщил, дедушка? Я не могу этого сообщить. Тебя сейчас выгонят, теперь тебя уже не возьмут. А так и говоришь. Я же тоже сопротивляюсь юридически, юридически я сопротивляюсь, а потом, конечно же, меня доставите. Согласен. Вы вообще не доставили, а мы уже... Так я... Ну, видите, ну, все заднее включили. Дедушку Мороза заковать хотят, вот, на Новый год. Видите, как? Вот Юрий Васильевич, закурите, дедушку Мороза? Морозчик, может? Так, давайте, подъем. Сейчас вас задержат и доставят в отдел полиции за такое. А, вот. Ну вот, дедушку Мороза доставляют, в часы поедут в полиции. Мне ребенок инвалид маленький. Документы надо носить, видите? У вас ответственность. Как вам дедушку больше поработать? Почему он понимает? Ну, и ты и говоришь, что мне нужно паспорт брать на работу. Ну, как вы, вы представитель магазина. Я сработала тут поздно, в полу магазина, в 10 часов. А? Вот сейчас на вас заявление поступило. Вы же администратор, да? Североят. Мы ответственны по магазину. Это ваше облинарное. Ваша ответственность. Сейчас вы пишите на вас заявление, видите? И пишут об основании. У вас по-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Может, только стокольники, а вы не хотят даже документы иметь. Люди на паспах работают, люди товары влаживают, стараются. Просроки поснимаем, да, еще скоро. Снимают просрочку. Мы все сейчас... Мы ведем. Нет, что значит «человеческий фактор»? Ладно, один там товар, два. Реально, там полу магазина. Вы же магазин, он закрывает. Я сама заслужу. Ну, какая новенькая, старенькая, документов нет. Мне удовольствие, что паспорт нужно брать на работу. А трудоводов было 208? 708. А в каком отношении еще магазина есть? Мы уже захватили магазин в каких-нибудь майках, бейджики украли. Не у всех бейджики есть. Вот у полицейского удостоверения есть? Вот мы им тоже, нас не верим, спрашиваем документы у них. Вот сейчас я пришел вот сюда, да, а мне спросили, дайте ваше удостоверение, да, предъявить. Вы бы мне сказали, что вы пришли-то вообще. Я бы сказал, бай, я не взял его дома, лабору. И стали слышать, товарищ полицейский, иди-ка, давай сюда. Как вы работаете? Я вот с гражданина там документ прошу, да? Правильно, а как я могу с него просить документы, если у вас их нет? Не знаю. С меня вроде незачем, а там есть основания. И с любого можно попросить документы. Попросить-то можно все, что угодно. Проверить человека на розыск, как могут эти документы? Зачем всех проверять, у вас не хватит времени? У вас должно быть много чего. Паспорт, регистрация, если вы не москвичите. Трудовой договор попили зажать. Разрешение на работу. Так вы же не знаете, она иностранная гражданин или нет? Вот, мы как-то в Дикси пришли, а там, получается, нелегал, орешки, металлургические персоны. С пола. Постоянно падает, он их берет и опять продает. С Новым Годом. Спасибо большое. Спасибо, Стас. Спасибо, спасибо. Вы аккуратнее тут только закупайтесь. Тут просрочкой торгуют, даже детским питанием. Вот Деда Мороза хотели травануть, представляете? Как же мы без Деда Мороза будем? Вот, 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 вот. Вы можете не утруждать себя вне класса. Проходите так. Вы же ничего воровать не будете, правильно? Ну вот, проходите так. С Новым Годом вас. Не волнуйтесь. Мы вас защитим, если что. У меня там есть кихилка. Ничего страшного, вы можете нам не говорить. Вы же ничего не будете воровать, правильно? Нет, вот английский хилк. Так что это потом... Я для вас открою секрет. Вы свободны, вы свободны, вы свободны, вы свободный гражданин. Если вы ничего не украли, вас никто не обвинит в воровстве. А если что, мы вас защитим. Честная Деда Морозовская. Я очень плохо вижу, но вижу, что вот руки... Шопор? Нет, нет. Я тех не разбираюсь, поэтому я не понимаю, что это... Это волшебный проявитель. Перед ним люди представят, такие, какие они есть. Так, это камера. Камера, доселки. Да, камера. Потому что у меня дома нет ни телевизора, ни интернета, ни компьютера. Телевизор это хорошо, а вот компьютер надо бы. Видите, как живут. А, да я понял. Это вы уже желание на следующий Новый год, да? Спросите у Деда Мороза. Нет, никогда. Даже если бесплатно даст телевизор, никогда я... Телевизор не надо. Ужасно. Что это за программы такие? Сериалы какие-то? Понимаете, у меня пойдут только булочки, и вернутся. Потом, если надо... Нет, никому не надо показывать. Не волнуйтесь. Господи, какой у нас народ. Нет, вот в день Конституции мы с Юрой являли, там бабушек 20, наверное. И там был диктей, и у них вообще не было ключей. И вот бабушки еще негодовали, что вот эта фигня не работает. Конечно, крайне. Да, сейчас встречается. Да? Да, тем более ответственности не ищем. О, я к вам. Ренады, я не сотрудник. Я с Новым годом хочу вас поздравить. Ренады, у вас есть официальная бумажка, куда отдать вам? Да, я Дед Мороз, владыка Нового года. Я сам себе разрешал. Девушка. Расскажите, как вы отметили Новый год, скажите мне. Может, вам что подсказать? Не надо. Я тут работаю. Да? Я тут работаю. Вы тоже тут работаете, да? Нет, я тут работаю. Надо наказать. Надо наказать, да. А так, палками? Палками. Палками. Ну вот сейчас у полицейских будет палка. Ну, тут-то. Ну, вы не стесняйтесь, мы вас не укусим. Ну, мы вас не укусим. Вы не волнуйтесь. Хорошо, обязательно. Ну, мы вас не укусим, вы, если что, не бойтесь. Ну, это хорошо. Слава Богу, там вас. Говорят, надо бить палкой. А я говорю, палка сейчас будет упалить. Даже три. Как минимум две. Нет, нет, вы можете не показывать. Что-нибудь я могу сказать. Конечно. Задать тебе вопрос, такой каверный. Я так же отвечу вам. Как вы относитесь к тому, что в магазинах травят детей просроченную продукцию, особенно детским питанием? Расскажите. Для детей это смерть, это кошмар. А для взрослых вешево покупаем. Покупаем, допустим, йогурты. А что важнее? Йогурты покупаем за 9 рублей всего лишь. Я все покупаю по низким ценам, потому что пенсии не хватает. Что важнее? У детей или взрослых? Здоровье или цена? Цена. Время 73 года, так что я не смотрю на второе. Хотелось бы жить в стране, где все-таки было на первом месте здоровье. Ну, мне. Не всех с собой беру в эту страну. Прекрасная Россия будущего. А, вы найдете, да? Ну, отдаленные такие есть. При нынешнем руководстве? Нет, при нынешнем никогда, конечно. Никогда не будет этого. Это понятное дело. Но ведь они не вечные. Через 20 лет, может быть, будет. Но тогда я буду уже где-то там. Будем терпеть. Ладно, тогда я прожду. Нет, я имею в виду, будем терпеть или не будем терпеть. Будем дожидаться окончания чужих дней и собственных? Либо все-таки власть принадлежит народу. Нет? А вот я читал Конституцию, там так и написано. Ну, Конституция это самая такая детская... Фантазия. ...фантазическая книга. Нет, это на Конституцию смотрите на руководителя. Кто он? Что он делает для народа? Вот только тогда... Грабит и ворует, нет? Что делать? Грабит и ворует. Грабит, ворует и травит. И травит еще. Вот эти магазины, что есть? Должны их выбросить на свалку. Они выставляют на продажу. День, зубы и йогурт. Ну, представьте себе, что это такое? Это смех. Но я кушаю. И ничего, все равно. И буду жить еще. Да-да, с Новым годом вам. Здоровья вам, главное. Вы сегодня на срок годности посмотрите. А-а-а! Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Не важно. Все равно храницы так, что даже не из тех, что там... Да. Ну, вот, граждане, в магазин покупать продукцию. При выборе товара не обратите внимание, что вот это количество товаров... Ну, часть здесь. Да, понял, им не нравится. Любым людям, которые за здоровье, им не понравится. То есть, все равно божьи-то еще. Да, понял. Вот, поэтому мы это дело избежаем на исследовании. Вот, законы послушного гражданин. Все, ужас. А может, фальшивый паспорт? Ну, как же фальшивый? Ну, вот у меня, например, один... Есть фальшивый паспорт? Да. Ну, я его... На камеру рассказываю. Ну, я его не буду показывать сейчас. Фамилия меончику. Андрей Анатольевич. А у вас нет, разве? Фальшивый паспорт? Да стоит копейки. Я вам рекомендую. Нет. Нет. Я не готов. Я вас жду, как... Да, кредит там взять, все дела, что... На свой, что ли, берете? Я не понимаю. Вот, что, денег много, что ли? С работающей камеры. Это плесень, что ли? А, да. Реально? Да. Это, видимо, крысу прогрызли. Слушай, а вот, она правда, она по надкушному. А, там еще просто сосиски сошли. А вон, смотри, там правда, заятись с еды от зубов, да? Там сосиска валялась. А реально, вы посмотрите, это крысу сожрали. Просто сосиска наполовину, и там куски сосисек валялись на витрине. А вон детское питание, смотри. Детское питание. Слушай, а это правда, это... Вон, выеденное. Да. Ну, ничего себе. Отдельно сосиски валяются разгрызенные на полках. Слушай, сосиски, посмотрите. Выгрузили на крысу. А ведь в книге отзывов написано, что там крысы, да, были? Бегала, вон там была крыса. А, ну, а еще где-то еще. А, все, что я говорю. Тут надо и Роспотребнадзор, да? Со стороны обращения. Да. Да. То есть, Дедушка Мороза хотели не только отравить, но и крыса на него могла напасть тут охренеть. Просто не уважает Новый год вообще. Ну, может быть... Вот, смотрите, кто вернулся. Смотрите, кто вернулся. Вот, 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 вот. Вон. Походите в телефон, да? Нарушитель. Я тоже не пойму. Как так возможно? Крысиный паку, Саша. Смотрите, чем так будет. Нет, они, говорит, проверили. Гражданку еще будем оформлять. Какую? Которую вернулось. Ее просто по розыску пробили. В смысле? Важаем, сейчас пробьем. Сейчас все пробьем по телефону. Да. Ее же... Не, не, готовый, какой-нибудь. Есть у вас большой? А ты на нее заявление еще напиши, да? Да, да. Чтобы по заявлению действовал Юрий Васильевич у нас. А то у нас полицейские, видимо, устное заявление в рапорте не указали, не отразили, как себя вела гражданка. Ну, а как мне вашу личность установить? Вы обязаны его сейчас доставить в отдел? Ну, у меня в порядке такого закона нет, потому что я не нарушила право порядка. В смысле, в порядке? Ну, я же нещен, нещен. Ну, вот, вы занимаетесь. Я его не продала. А ты его продаешь? Ну, за магазин там кто отвечает? Ну, как у вас это есть? Ну, как у вас это есть? Ну, тут-то кто у нас, соответственно, если вам раздал? Нет, ну, мы все отвечаем, конечно. Ну, самое первое, кто? Ну, честно, вот, приметы вами доставали. Я даже не могу сказать. А может, они его просто подложили? Ищите заявление. А вот это надо заявление написать. Я прям буду рад. Я не знал. Ну, мне бы ничего не заставили. Я на глазах вы не заставали. Я вот сейчас, смотрите, у меня спортивный интерес. Во-первых, вы говорите... Знаете, вот лучше вот правда, сколько людей, где-то в камне мы, а вы на камне... Сейчас я говорю, смотрите, в очередь, в очередь, смотрите. У меня на камере кругом работает, понимаете? Они не зашли с камерами. Они взяли с камерами. Нам бы убавили царь. Они взяли под камерами. Все же здесь. Смотрите, у меня спортивный интерес, Владимир, вы сказали, что у вас нет сейчас просрочных кухонных товаров. А полка этого вы сказали, что ее подкину. Поэтому сейчас я завершу, зайдем. Я прям пойду. Дайте мне минут 5-10, и я вам прям... Если со мной будете, прям при вас возьму в полки. Как думаешь, найду? Думаю, да. Вам сейчас еще гражданку везти на свидетельство. Какую? Вот эту. Там в наделе же есть. Какую? Которую вернулась в магазин. Сейчас тут слога в помещении сидит. Сейчас на нее заявление напишется. Они просто ничего не сделали. Профессиональное лицо-то в любом случае вы. Скажите мне вам фамилию. Которая там... Еще о жалобе? Вот, да, которая сейчас вернулась в магазин, которая находилась в состоянии опьянения, выражалась грубой и нецензурной вранью, оскорбительно переставала гражданам. Видео есть? Конечно. Света все, да? Да. Как оно тут Володеньку чуть ли не трахнуло. Она меня на пикупо задела. Мешок провалила. Можно попытку изнасилования в Петербурге сказать? Да, это домогательство сексуальное. Видео надо скинуть тогда? Конечно. Я же не видел это все уже. А оно все будет уже... Если доставлено. Ну, не вы все его будете рассматривать, правильно? Видео? Суд будет рассматривать. Подожди, у меня есть столько протоколов. Ну, протокол. Мы вам указываем по... Лицо, которое совершило. Доставлялось, да? Ну, вот она опять вернулась. Надо установить. Дежурный сказал, что мне никто ничего не скажет, что она там делала. Понимаете? Нам просто тоже не надо, чтобы загалобы там на бездействие, на вас и так далее. Ну, а кто? Кто видел, что она не служила? Все. Вот раз, два, три. Сотрудник полиции видел? Да. Ну, вообще, примите меня. Куда-нибудь заносило? Да. Да, это подойдет. У нас слежала. Елена, по-моему, заедет. Там там, например, тоже. А, Елена. Да, Елена. Вот она. Вы можете посмотреть? Блин, сейчас у меня другая флешка просто. У тебя есть? Ну, есть у меня скайли. Где крыса? Под крылавками, под этим я туда убежал. Где крыса побегала? Говорит, крыса бегает. Под этим крылавками. Могла мы туда убежать, под тех, к сосисикам. Смотри, она вот отсюда. Отсюда, 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 вот сюда. Видишь, это? Вот такая, примерно, крыса. Такая крыса, да? Да. Во, крыса. Куда побежала? Вот сюда. Она не в пособке, по-любому. Она такая, в этом. В серой куртке, да? Нет. Да. Вот это прикол. Крису бегают, представляете? На грызанке, наверное. Да. Но на нее там ничего не составили. Ну, я, приметы, это ничего не было. Ну, мы вам заявляли разницу, мы вам заявляем. Сейчас они кулигани. Водилу уже доставили. То есть ее противоправные действия уже прекратили. И что вам? Заявление на нее есть. Вызов участкового составить на нее протокол. Предоставите видео, выпускайте составлять. А вы сейчас на заявлении есть, в рамках заявлений. В рамках заявлений я сейчас буду рамку опрашивать. Ребят, тоже. Сань, понимаете. Ну, мы это понимаем. Преддела она была. Я противоправно действию не видел. Но срок давности привлечения к ответственности не истек? Два месяца. Три. Три. Суд. 20.1 суд. Вы можете не ставить рюкзак, не волнуйтесь. Проходите прям так. Можете в него прям набирать, просто не забывайте оплачивать и все. Это как получится. Что-что? Я в итоге сегодня куплю то, что я хочу купить. А что вы хотите? Пиво похмелье? Я еду. Посмотрите. Вот это вот. Со второго числа акции. Я хочу купить акции, продукты. И вы искали их в подсобке, да? Я их могу искать где угодно. И сказать, что я искала их в подсобке, ну это вряд ли. Просто я сделала акт человека любви. Ну вам это не понравится. Понятно. Прямо тут, да? Акт человека любви? Походите во время акт человека любви. Не надо. Спасибо. Нет? Ну вот видите, вы отказываетесь. Да. Я хочу купить, покушать. Ну, по с лишней цене, естественно. Потому что зарплата не очень большая. Я мать-одиночка. Зарплата у меня маленькая. Я ищу еду подешевле. Ну, я вам не рекомендую так покупать. Тут крысы бегают, сосиски едят. Ну, вы знаете, если крыса оценила товар, значит это хороший. Знаете, кстати, о том, что в мясе крысы содержатся все витамины, которые нужно человеку. А вы биолог? А мне об этом сказал один очень умный человек. Понятно. Загуглите. Google в помощь. Хорошо. Обязательно. Ну, выбирайте, выбирайте. Ну, запах от нее нормальный такой еще. Да. Прикинь, он такой добрый Дедушка Мороз. Он дарит подарки. Рассказывает, какой он девушка. Переодевайся. Ну, вот Дед Мороз посетил магазин, в котором с тобой ходим и стоят. Хочешь, кафе у меня? Приходи. И тут два оленя есть. Ну, да, Дед Мороз сказал, что с него оленя есть. Резяток полицейских называть, он может оскорбить за них. Да. Я хочу, пожалуйста, купить. Сейчас скажу, скажу. Я хочу, пожалуйста, звоню, говорю, приходи. Оскорбляет это меня. Моя мораль. Ну, вот нарвайся. Я надо. Я надо. Яна, подожди. Я надо. Зайка, приходи. Там в магазине. Купить с тобой. Я стояла. Помещаю. Сейчас я вам когда-то опять, конечно, запил. Уже будет социально. Потому что я уже не стою, и вижу только с собой. Я веду себя нормально. Я разговариваю в телефон со своей дочкой. Ты разговариваешь с дочкой? Я разговариваю. Я не хожу. Вы знаете сколько у вас? Я могу, что хочу. А ну, я не пью. Яна. Я не пью. Я не пью. А до этого надо заявлять на что-то было. Вон она лежит. Заявление. Очень хорошо. Потому что вы нашел ответственный порядок. Каким образом? Они изнасиловали меня. Я кому-то... Не льстите себе, молодой человек. Ну, не льстите себе, что я вас изнасиловала. Вы не в моем курсе. А суть мне не удалась. Ну, не льстите. Часть третья. Зайка, короче, приходи ко мне. Это самое, в нашем магазине, который выдержал. Да. Иван. 69-го года рождения. Ну, я не могу купить, я могу продукты. Ну, идите покупайте продукты. Не пользуйтесь себе праздник. Я прошу, чтобы меня дочь прислала и помогла мне выбрать продукты. Приходи, котенок. Хорошо? Дайте рецепт. Все, давай. Я ее понимаю. Займите, займите. Займите. Я этим и занимаюсь. А потом. Если вы купите, дальше. Ну. Здесь. Здесь придет мою дочь. Подарки. Покатите, пожалуйста. Мы хотели купить, а они все просрочены, представляете. Купать подарки? Конечно. Откуда он их ворует что-то? Я думаю, он сам их делает. Сам делает? Да. Вы не хотите ее. Вы хотите ее домой направить? Ну, у него же гномы и эльсы. А, гномы и эльсы? У меня только олени. У вас только олени. Да. Так, это по даме. По даме, которой вы не хотите ее. Все-таки вы хотите ее домой направить. Ну, в следующий раз я так и скажу. В следующий раз так и скажу. Праздники. У меня 4 января год назад почему-то никто не сказал, что праздники и давайте мы вас не будем задерживать. Меня били. Два дня не кормили, не поили. Держали. В казематах. Ой, здравствуйте. А это, кстати, грамотный сотрудник. Да? Да. Алексей, насколько я помню. Вот видите. Он приезжал ко мне в перекресток два раза уже. В Строгино. А зачем вызволит? Просто вызволит? Да, опять вызволит. Даже на Деда Мороза. Нет, на Деда Мороза закуете? Нет, нет. Человек знает права и обязанности. Причем не только свои, но и потребители. Мы тут с оленем и внучком закончили наше доброе дело на улице Народного ополчения 23, корпус 1. Это вот был у нас магазин Магнит. Магнит. Универсарсам. Олень. Олень показывает его. В общем, тут очень плохо, я честно скажу. Пьяные какие-то сотрудники магазина. Ну, подозреваем так. Сотрудники. Сотрудники. Какие-то попытки изнасилования. Какие-то, блин, мат. Вообще, Дедушку Мороза по матери послали. Представляете себе. Послали вообще туда, где он растает. Он на севере живет, а на юг послали. Куда гадится? Вообще, полный пипец, если честно. Просрочка и детская, и взрослая, на любой вкус. Полиция была вызвана, почти все было оформлено. Заявление на граждан написано. Есть претензии к полицейским, как всегда. Без них не будет никогда, наверное, такой уж орган. И что у нас? Лица... Один представился... Петушарой представился. Говорит, петушарой сбежал, да. Как в полиции приехал, он сбежал. А так, был такой, ходил прям, ко-ко-ко-ко-ко-ко. В целом, с петушарой спроса нет. Как бы, он же не мужчина, он не отвечает за свои поступки, да, он сбежал. А вот, женщина осталась. Он ее оставил, наверное. Но она не ответила за свои поступки просто по глупости полиции. Ну, вот реально. Они ее доставили, да. Задержали, и ничего не сделали. Проверили, она не в розыске, пусть творит, что хочет. То есть, пока не в розыске, пусть творит, что хочет. Отличная позиция. Учисловый пояснил, что, ну, праздники как бы... Праздники у вас, понимаете? Ну, вот такие вот пироги. Пользуйтесь, если вас задерживают в празднике, так и говорите, извините, сейчас праздники. Не надо меня задерживать. Ответственности в празднике отсутствуют. Ну, все, в общем. Подписывайтесь на канал, там внизу. Поставьте колокольчик, да. Вот на него, на оленя будет ссылка в описании. Ну, или на меня там. Подписывайтесь на канал, там внизу. Вот там внизу в описании. Ставьте колокольчик, вот на этого оленя только подписывайтесь. Ссылка будет в описании. И подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм канал Все ссылки будут тоже в описании Все, всем удачи, всем пока С новым годом, детишки! С новыми продуктами вас, с новыми сроками годности Все, смотрите за сроками годности Боритесь за свои права Всем удачи, всем пока